Всем большой привет! Меня зовут Ирина, и сегодня наша практика будет посвящена нашим тазобедренным суставам. Мы с вами начинаем из удобного положения сидя, со скрещенными ногами, можно сесть тазом на пятки, как вам удобнее. На вдохе поднимаем прямые руки вверх, и на выдохе скручиваемся вправо левую ладонь, опускаем себе на правое колено. Правая рука будет сзади слегка толкаться от пола, вытягиваемся макушкой вверх, скрутка легкая, мягкая, довольно комфортная. Дышим здесь, на вдохе правую руку поднимаем в потолок, и на выдохе наклон к левому бедру, правой рукой продолжаем тянуться вдоль головы. Хорошо стараемся вытянуть всю правую сторону, как будто дышим только вправо легкая, на вдохе чувствуем, как межреберные мышцы вытягиваются, как движется грудная клетка. Отлично, с вдохом прямые руки вверх, и с выдохом скрутка влево, правая ладонь на левое колено, левая рука сзади. На левую руку не облокачиваемся, а стараемся ею толкаться, чтобы живот толкать вперед, макушкой тянуться вверх, а левую лопатку толкать назад. Скрутку делаем с прямой спиной, скрутка комфортная, мы только греемся, только тянемся. И на вдохе левая рука в потолок, на выдохе наклон к правому бедру, следим, чтобы левая рука здесь не расслаблялась, не повисала, а была натянута, тянулась вдоль головы, и тогда мы почувствуем эту линию от таза до кончика среднего пальца. Сейчас дышим только в левую часть, как будто надувается только левая легкая на вдохе. Со вдохом вверх, с выдохом опускаем ладони за тазом, на вдохе толкаем таз вверх, небольшой легкий прогиб, мышцами ягодиц выталкиваем таз больше в потолок. И на выдохе опускаем таз в пол, вытягиваемся корпусом вперед, руки вытягиваем вперед, удлиняем линию спины поясницу, следим, чтобы ягодицы и седалищные кости оставались на полу, чтобы таз не подлетал. Мы остаемся сидеть и пальцами, подушечками пальцев перебираем вперед, чтобы вытянуть хорошо мышцы спины. И сейчас стараемся подышать, как будто только в задней части наших легких, в задней доле. На вдохе чувствую, как расширяются лопатки, расширяется вся спина, как будто дышим в область почек. Чувствуем даже движение майки на вдохе и выдохе. Отлично. И со вдохом приподнимаемся вверх, выпрямляем обе ноги, вытягиваем их вперед, достаем ягодицы из-под седалищных костей и поочередно сгибаем-разгибаем то одну, то другую ногу в колене. Джануша Шессенов динамика. Здесь наши руки сзади помогают нам не округлять поясницу. Мы толкаем живот вперед, спина прямая. Если здесь слишком просто, поднимаем прямые руки вверх, плечи параллельно ушам и работаем здесь, не теряя прямую спину. И добавляем на выдохе небольшой наклон. Вдох, смена, выдох, наклон к прямой ноге. Хорошо. Опускаем ладони снова за корпусом. Изгибаем ногу теперь в арт-хавирасану. Следим за носком. Носок смотрит не в сторону, а строго назад. И другую ногу. Если необходима помощь руки, помогаем себе рукой. Следим за ощущениями в коленных суставах. Всегда, когда работаем с тазобедренными, обращаем больше внимания на колени. Если тазобедренные не готовы к какой-либо работе, то будут острые ощущения в коленных суставах. Значит, нам нужно движение подстраивать и изменять. И здесь добавляем наклон на выдохе, на вдохе смена. Выдох, наклон. Хорошо. Разогрели тазобедренные, разогрели колени. Перекрещиваем голени, встаем в кошку. Отстраиваем положение наших рук-ног. Колени под тазом, ладони под плечами. Пальцы рук широко-широко расправляем. Перепонки между пальцами натянуты. Проверяем, что хорошо прижаты к полу указательные большие пальцы. Выталкиваемся руками. И на вдохе прогибаем, вводим взгляд вверх. На выдохе округляем спину, толкаясь руками еще больше. Вдох, прогиб. Выдох, наклон. Отлично. Остаемся в нейтральном положении. Следим, что мы не провисаем в лопатках. Толкаемся руками. Собираем колени вместе в центре. Приподнимаем правое колено. И начинаем медленно, с хорошей, хорошей, большой амплитудой вращать ногой. Задействуя всю возможную амплитуду вращения в вашем правом тазобедренном суставе. Следим, что руки не сгибаются, что мы не смещаемся весом на левую ногу. Руками толкаемся. Остаемся в одном и том же положении. И только добавляется работа ноги. И со временем, когда почувствовали, что нам необходимо сейчас получить от нашего правого тазобедренного, можно движение ускорять. Не теряя при этом амплитуду. Прям стараемся бедро параллельно полу, затем колено вести к плечу. И новый круг. И в другую сторону. Также по максимальной амплитуде. Приподнимаем правое бедро параллельно полу, держим здесь, фиксируем, руками толкаемся, держим. Обязательно дышим, всегда следим за тем, чтобы дыхание не задерживалось. Как только задерживаем дыхание, питание перестает поступать, нам не на чем держать асану. Вытягиваем ногу вправо прямую, держим. Делаем вдох и с выдохом правое колено уводим вперед, опускаем правое бедро между ладоней в пол. Садимся на правое бедро, заваливаемся, таз раскроется, это нормально. Голень вытягиваем вперед настолько, насколько доступно именно в вашем случае. Кто-то будет здесь, кто-то останется здесь. Выбираем свой вариант. В пределе мы кладем голень параллельно короткому краю коврика. На вдохе стараемся левое бедро завернуть внутрь, закрыть таз, насколько нам это доступно, вытянуться макушка вверх. И на выдохе опускаемся вниз, и здесь тоже каждый выбирает свой вариант. Кто-то останется здесь, кто-то опустит предплечье. Если получается, кулак на кулак, лоб на кулак. Если получается, ладонь на ладонь, лоб на ладони, либо на коврик. Лежим здесь, вытягиваем наши правые ягодичные мышцы. Мы только что их напрягали, и сейчас пытаемся их расслабить. Расслабляем всегда в статике. Улеглись, и стараемся больше не делать никаких мелких движений. Прямо полежать, не двигаясь, и работать только с дыханием. На вдохе как будто макушкой стараемся до вытянуться чуть больше вперед. А на выдохе чуть левую часть таза утяжелить, опустить больше в пол. И почувствовать еще большее раскрытие в правом тазобедренном суставе. На вдохе приподнимаем корпус вверх, ладони в пол, правое колено назад, кошка. Колени собираем вместе, пальцы рук расправляем, выталкиваемся снова ладонями от пола. Приподнимаем левое колено и следим за положением всего нашего тела, чтобы не менялось положение, только работа левой ноги в тазобедренном суставе. По максимальной амплитуде вращаем левое бедро, стараясь уводить колено назад, влево, и коленом прям стараемся дотянуться до левого плеча. И можно чуть ускорить это движение, если оно не повлияет на технику. И в другую сторону также вращаем. Руками толкаемся от пола, руки не сгибаем в локтях, легко здесь быть не может. И поднимаем левое бедро влево параллельно полу, держим. Толкаемся ладонями от пола еще интенсивнее. Не даем правой части таза сильно смещаться вправо, тогда мы просто перенесем вес, и работе в левом бедре не будет. Вытягиваем левую ногу влево, держим. Делаем вдох, и на выдохе левое колено вперед между ладоней в пол, заваливаемся на левое бедро. Прямо вот таз раскроется. Левую голень, насколько можем, вытягиваем вперед. На вдохе стараемся колено завернуть правое в пол, вытянуться макушкой вверх, дозакрыть таз, насколько это доступно. И на выдохе, вытягиваясь корпусом вперед, с длинным позвоночником, укладываемся в наклон, каждый в свой. Может быть, вы останетесь на ладонях, может быть, на предплечьях. Если удастся, пробуем расслабить голову, можно на валик, на кулаки, на ладони, либо на коврик. Выбираем свой вариант. Главная задача, когда мы идем в гибкостные варианты, в статике, мы стараемся расслаблять любое напряжение. Поэтому и напряжение в шее, если наступно, расслабляем, опустив голову. Если недоступно, можно оставить голову на весу, на предплечьях. И тогда мы можем чуть-чуть даже предплечьями тянуть коврик на себя, стараясь на вдохе тянуться макушкой вперед, а на выдохе закрывать таз. То же самое делаем и в положении с олбом на коврике или на ладонях. На вдохе чуть макушка тянется вперед, удлиняем позвоночник. На выдохе чувствуем, как утяжеляется правая часть таза. Наблюдаем за ощущениями по телу, ощущения в левом тазобедренном, в левых ягодичных мышцах. На каждом выдохе стараемся утяжелить правую часть таза. Приподнимаемся со вдохом, ладони в пол, левую ногу назад, собака мордой вниз. В собаке мордой вниз мы поочередно опускаем правую пятку в пол, фиксируем здесь статику, не в динамике, а опустили правую пятку в пол и держим. Чувствуем вытяжение икроножных мышц, ахилово сухожилия. Именно это вытяжение нам понадобится сейчас дальше в позе маласаны. Дышим здесь, утяжеляем правую пятку. Возможно, она не опустится в пол, но мы ее прям тянем, стараясь удлиниться. Приподнимаем правую пятку, опускаем левую, фиксируем здесь. Руками хорошо толкаемся, заводим вес в ноги, и тогда будет чувствоваться хорошее вытяжение по задней поверхности левого бедра. Шея расслаблена, голова висит. Подшагиваем стопами ближе к рукам, оставляем между стоп примерно полторы-две ширины таза. Носки смотрят наружу и таз опускаем вниз. Предплечьями упираемся в свои бедра, толкаем плечами и предплечьями, плечами толкаем колени наружу, ладони соединяем в намасте, вытягиваемся макушкой вверх, фиксируем данное положение. Если пятки не опустились на пол, можно остаться либо с пятками на весу, либо подложить под пятки кирпичи, свернутое полотенце, плед, что угодно, чтобы дать опору. Все зависит от того, насколько вам комфортно с пятками на весу. Плечами хорошо толкаем колени в стороны, чувствуем работу в тазобедренных суставах. Мы тянем седалищные кости, копчик в пол, а макушкой тянемся вверх, стараясь удлиниться. Не с круглой спиной, а живот толкаем вперед, лопатками грудную клетку толкаем вперед, удлиняемся макушкой вверх, держим. Опускаем ладони в пол, приподнимаем таз, собираем стопы на ширину таза, сгибаем ноги в коленях, перекрещиваем предплечье и повисаем вниз, расслабляя полностью шею. Живот прижался к бедрам, шея расслаблена, спина расслаблена, вытягиваем всю заднюю поверхность. Расправляем предплечье, оставляем согнутыми в коленях ноги и с круглой спиной позвонок за позвонком медленно поднимаемся вверх. Расправляемся, подтягиваем правое бедро к животу. Макушкой вытягиваемся, опускаем правую стопу на внутреннюю поверхность левого бедра и здесь сейчас делаем акцент на раскрытии тазобедренного сустава. Для этого правое колено тянем вниз и вправо, следя за подвздошными костями, чтобы мы не разворачивались корпусом и тазом, а только колено уводили вправо и чувствовали работу в правом тазобедренном. Соединяем ладони в намасте перед грудью. Если баланс неустойчивый, мы можем делать такое положение или большим пальцем даже встать на пол, но со временем стараемся поднимать ногу как можно выше. Давление стопы в бедро и бедра в стопу будет давать хороший, такой более крепкий баланс, более устойчивый. Переводим правый голеностоп на левое бедро, чуть выше колена, делаем вдох и на выдохе опускаем корпус к правой голени, сгибая опорную ногу. Правый носок натягиваем на себя, грудной клеткой тянемся к правой голени, чувствуя, как правое колено мягко будет стекать в пол, продолжая раскрытие в правом тазобедренном суставе. Если такое положение для вас уже предельно, остаемся здесь. Если можем идти дальше и опуститься грудной клеткой еще ниже, то заводим наши предплечья под правую голень, собираем ладони в намасте и пробуем здесь подняться вверх, насколько доступно, на ту высоту, которая доступна на данный момент. И здесь также пробуем почувствовать работу в правом тазобедренном суставе. Толкаемся левой стопой от пола, тянемся макушкой в потолок. Кто поднимался, опускаемся обратно, убираем предплечье из-под голени и правым бедром сверху переплетаем бедра, переплетаем голени, можно остаться здесь, если доступно, касаемся правым, цепляемся правым носком за левый голеностоп. Сгибаем руки в локтях, правое плечо поверх левого, перекрещиваем плечи предплечья и пробуем опуститься ниже в пределе, пока наш нижний локоть не коснется нижнего колена. Проверяем, что плечи здесь не задрались к ушам, шея длинная, плечи опускаем вниз к тазу. Дышим обязательно, дыхание не задерживаем, мышцы лица расслабляем. Опускаем ладони в пол, встаем на правую ногу и левую ногу поднимаем вверх до параллели с полом, правая ладонь перед правой стопой и левую руку поднимаем вверх, стараясь раскрыть таз, раскрыть грудную клетку. Артха Чандрасана. Если баланс неустойчивый, взгляд в пол. Если чувствуем, что можем идти дальше, взгляд вперед. Работа с левым тазобедренным. Мы вращаем бедро наружу, раскрываем таз и грудную клетку. Опускаем левую ладонь в пол, закрываем таз, левый носок смотрит в пол и правую руку поднимаем вверх, добавляя скрутку в позвоночнике, толкая правую лопатку наружу. Опускаем правую ладонь в пол, отшагиваем левой ногой назад, отшагиваем правой, собакам мордой вниз. Опускаем правую пятку в пол. И теперь мы левым подъемом стопы давим на ахиллово сухожилие, стараясь как будто опускать левой стопой нашу правую пятку еще ниже в пол. И чувствуя еще большее вытяжение задней поверхности правой голени, в икроножных мышцах, в комбаловидных, в ахилловом сухожилии. Опускаем левую пятку в пол и подъемом правой стопы как будто вниз правой ногой стекаем по голени левой ноги и прижимаем левую пятку к полу еще больше. Добавляем вес правой ноги и чувствуем еще большее вытяжение. Подшагиваем стопами ближе к рукам. Снова для маласаны. Опускаем таз вниз. Плечами толкаем колени наружу в стороны. Собираем ладони в намасты перед грудью. Сначала держим несколько дыханий в статике. Снова удлиняемся макушкой вверх, копчиком вниз. Мышцы тазового дна подтягиваем. И приподнимаем руки чуть выше ног, чтобы колени опускать в пол. Вращаем бедра внутрь, стараясь коленом коснуться пола. Чувствуем работу в тазобедренных суставах. Не должна чувствоваться работа в коленях. Ладони в пол, таз вверх, стопы на ширину таза. Перекрещиваем предплечье, сгибаем ноги в коленях, повисаем. И здесь небольшая динамика корпусом вправо-влево. Удлиняем бока. Расслабляем спину. Расправляем предплечье, опускаем ладони в пол, ноги оставляем согнуты, позвонок за позвонком, медленно вверх. Расправляем лопатки, вытягиваемся вверх, меняем сторону левого бедра к животу. Нашли баланс на правой стопе и опускаем левую стопу на внутреннюю сторону правого бедра. Выбираем свою высоту левой ноги, если баланс совсем пока не получается. Левым носком касаемся пола. Держим здесь. Но работа будет так же. Мы так же левое колено будем толкать вниз и наружу, стараясь раскрыть здесь левый тазобедренный сустав. При этом таз не смещая в сторону. Таз смотрит вперед, таз закрыт. Целенаправленная работа с левым тазобедренным. Держим. Давим стопой в бедро. Бедром сопротивляемся, давим на стопу. Асана получается компактной, плотной. Переводим левый голеностоп на правое бедро, чуть выше колена. Делаем вдох. И с выдохом сгибаем опорную ногу, грудная клетка, опускаясь как можно ниже к левой голени. Колено при этом мягко стекает вниз по собственным весам, раскрывая нам левый тазобедренный сустав. Проверяем, что с плечами. Плечи опускаем вниз, лопатки чуть сводим, грудную клетку раскрываем. И кто-то остается здесь. Если можем опуститься ниже, то заводим предплечье под левую голень, собираем ладони снова в намасте и пробуем встать вместе с левой голенью вверх. Опускаемся, кто вставал. Выводим предплечье. И обнимаем левым бедром правое, перекрещиваем голени, по возможности цепляемся носком за голеностоп, сгибаем руки в локтях, левое плечо поверх правого. И пробуем здесь опускаться ниже, пока нижний локоть не коснется колена. Это не обязательно. Каждый выбирает свой доступный вариант. Но обязательно следить, чтобы шея осталась расправленной. Затылок продолжает линию позвоночника. Затылок не тянется к лопаткам. Макушка всегда тянется вперед. Плечи, лопатки опущены к тазу. Вот это здесь обязательно. Расправляем ладони. Встаем ладонями в пол. Встаем на левую ногу и правую поднимаем вверх. Левая ладонь перед левой стопой. Раскрываем таз, раскрываем корпус. Поднимаем правую руку в потолок. Стараемся правое бедро вращать наружу и чувствовать внешнюю ротацию и в правом тазобедренном, и в левом тазобедренном суставе. Выбираем свой вариант взгляда. Если баланс устойчивый, поднимаем взгляд вперед. Если баланс теряем, оставляем взгляд в пол. Опускаем правую ладонь в пол. Закрываем таз. Носок правой ноги будет теперь смотреть в коврик. И левую руку поднимаем вверх, добавляя скрутку, стараясь левую лопатку поставить над правой. Опускаем ладонь в пол. Отшагиваем назад. Собака мордой вниз. Отдыхаем несколько циклов дыхания. Либо в собаке, либо, если необходимо, колени в пол. Таз на пятки и лоб на коврик. Шишанкасана. Отдыхаем здесь. Выбираем свой вариант. Толкаемся руками. Заводим вес в стопы. На вдохе поднимаем правую ногу вверх. И на выдохе правой ногой делаем широкий шаг вперед. Стараемся пятку ставить под коленом. Если это не получается, помогаем себе рукой, проводим стопу дальше. Левую пятку опускаем в пол. И на вдохе корпус руками поднимаем вверх. Втора вирабхадрасана. Мы сейчас работаем с тазобедренными суставами. Поэтому, насколько доступно, опускаем таз ниже, следя за коленом. Колено не должно убежать за пятку. Если убегает, делаем шаг шире. Таз опускаем, насколько доступно, низко. Руки на высоте плеч. Взгляд вперед, поверх правой руки. Наша задача здесь проследить, как распределился вес. Если мы чувствуем больше веса в правой ноге и меньше в левой, корпус смещаем чуть назад. Задаем веса в левую стопу, чтобы вес в двух ногах был одинаковый. Стопами рвем коврик вперед-назад. Правое колено толкаем наружу. Бедро правой ноги вращаем наружу. Раскрываем тазобедренные суставы. Делаем вдох. На выдохе левая рука на левое бедро. Не меняя положение правого колена, правая рука уходит назад. Вытягиваемся в обратную виру. Вытягиваем правый бок. При этом правую ногу не выпрямляя. Хорошо дышим. Стараемся продышать снова правую сторону. Делаем глубокий-глубокий вдох. И на выдохе этот вытянутый правый бок ведем вперед. Либо правое предплечье на правое бедро, левая рука вдоль головы. Если таз позволяет опуститься ниже, то правую ладонь в пол с внутренней стороны правой стопы и левая рука вдоль головы. Выбираем свой вариант. Правое колено смотрит на носок. Не заваливаем его внутрь. Раскрываем левую лопатку. Толкаем назад. Грудная клетка раскрыта. И либо остаемся здесь, либо пробуем замок рук под правым бедром. Кто захватывался в замок, расцепляем, ставим ладони с двух сторон от правой стопы, закрываем таз, поднимая левую пятку в потолок и пружиним тазом вниз-вверх. Вращаем тазом по кругу в одну сторону. Такие приятные, мягкие круги. И в другую сторону. Наша пятка под коленом. Правую ладонь ставим чуть больше вперед, чтобы освободить правое колено. Делаем вдох. И на выдохе правое колено опускаем в сторону, отрывая внутренний край правой стопы. Вдох вверх, выдох вниз. Правое колено опускается, таз, грудная клетка. Мы как будто всей тяжестью опускаемся чуть ниже к полу. И с выдохом опускаем колено. Правую руку кладем себе на правое бедро и рукой помогаем еще чуть больше от себя отводить правое бедро. Если тяжело держаться на левой руке, заднее колено можно впустить в пол. Выбираем свой вариант. И поднимаем правую ногу вверх. Правую ладонь с внутренней стороны правой стопы. И здесь выбираем свое положение рук, либо остаемся на ладонях. Если доступно, опускаемся ниже. И тогда предплечьями можно встать на кирпичи. Если доступно, предплечье опускаем на коврик. Либо с левым коленом на полу. Кто хочет идти дальше, левое колено от пола отрываем. Макушкой продолжаем тянуться вперед в любом положении. Мы ладонями как будто чуть-чуть или предплечьями тянем коврик на себя. Стараемся удлиниться. И на выдохе грудную клетку опустить ниже. Прижимаем в пол внутренний край правой стопы. Не даем правому колену уходить сильно в сторону. Опускаем колено в пол, возвращаемся на ладони и уводим правое колено назад. Собираем колени вместе. Пятки разводим чуть шире. Руками помогаем себе икроножные мышцы уводить чуть наружу, чтобы нам было куда мягко опустить таз между стоп. Если таз не опускается, создается сильное натяжение в коленных суставах, мы кладем таз на кирпич или на плед. Если опускается, садимся на пол, проверяем, что носки смотрят назад, в сторону ягодиц. Опускаем ладони себе на бедра и прикрываем глаза. Работаем над внутренней ротацией в наших тазобедренных суставах. Наблюдая работу здесь, что ощущаем в области таза. Наблюдая ощущение в коленях. Если вдруг ощущение напряжения в коленях нарастает, тогда берем возвышение под таз и садимся чуть выше. Либо разводим колени чуть пошире друг от друга и проверяем, как будут чувствовать себя колени здесь. В любой асане находим свой вариант. Открываем глаза. Аккуратно приподнимаем таз вверх. Ладони в пол, таз в потолок. Собака мордой вниз. Наблюдаем все ощущения в области тазобедренных суставов, в области ног, бедер. И на вдохе левую ногу поднимаем в потолок. На выдохе левой ногой делаем широкий шаг вперед. Стараемся пятку поставить под коленом. Правую пятку опускаем в пол. И корпус руками поднимаем вверх. Разводим руки в стороны на высоте плеч. Опускаем таз ниже. Следим, чтобы колено осталось над пяткой. Фиксируем здесь. Рвем стопами коврик вперед-назад. Вращаем бедра наружу. Даже в статике в асане всегда внутренняя работа происходит. Опускаем правую ладонь на правое бедро. Следим за левым коленом. Оно не выпрямляется. Левая рука уходит назад вдоль головы. Вытягиваем хорошо нашу левую сторону. Дышим в левое легкое. От таза до кончика среднего пальца. Чувствуем линию натяжения. Делаем вдох. И на выдохе этот вытянутый бок уводим вперед. Предплечье опускаем на левое бедро. Правая рука вперед-вверх вдоль головы. Если ваш таз опускается ниже, то вместе с тазом опускаем в пол ладонь. И кто делал замок на ту сторону, делаем замок под левым бедром здесь. Стараемся как будто накатиться спиной на левое бедро, раскрыть грудную клетку. Правую лопатку толкаем назад. Расплетаем замок. Ладони в пол. Закрываем таз, поднимая правую пятку в потолок. И пружиним тазом вниз-вверх. Вращаем тазом по кругу в одну сторону. Ощущения приятные. Амплитуда вращения доступная. Мы как будто стараемся расшевелить всю область таза. Почувствовать там жизнь. И в другую сторону. Хорошо. Переводим левую ладонь чуть больше вперед. Делаем вдох. И на выдохе левое колено опускаем влево, отрывая от пола внутренний край левой стопы. Это обязательно. Всегда куда смотрит колено, туда смотрит носок. Если мы опустим только колено и оставим носок на полу, будет смещение в коленном суставе. Вдох, колено вверх. Выдох, вниз. И с выдохом опускаем левое колено в сторону. Левая рука уходит на левое бедро. И мы помогаем рукой опускать, вращать левое бедро еще больше наружу. Если чувствуем, что рука не выдерживает и хочется дать лишнюю точку опоры, правое колено опускаем в пол. И работаем здесь. Раскрываем приятно левый тазобедренный сустав. Наблюдаем в нем ощущения, мыслями не убегаем. Остаемся в теле. Ставим снова левую ногу на стопу, колено приподнимаем. И обе руки теперь с внутренней стороны левой стопы. Выбираем, какой вариант доступен здесь. Можно остаться на ладонях, если работы здесь уже достаточно. Либо пробуем опустить предплечье на кирпичи, либо предплечье на коврик. Раскрываем левый тазобедренный. Не даем левому колену уходить в сторону, прижимаем внутренний край левого бедра к корпусу. Для этого задавливаем весом внутренний край левой стопы. А грудной клеткой стараемся уйти чуть ниже к полу. Макушка вытянутся чуть больше вперед, удлиниться и углубиться. Возвращаемся на ладони, кто опускался, и уводим левую ногу назад. Собака мордой вниз. Опускаем в пол колени. Перекрещиваем голени, опускаем таз. Вытягиваем обе ноги вперед. И опускаем правый голеностоп на левое бедро, чуть выше левого колена. Достаем ягодицы из подседалищных костей. Натягиваем правый носок на себя. Со вдохом поднимаем прямые руки вверх. И с выдохом мягко к животу, начиная от низа живота, опускаемся в наклон. И опускаем руки туда, докуда они дотянулись. Это может быть коврик, может быть ваша стопа. Фиксируем здесь наклон, вытягиваем и заднюю поверхность левого бедра. И чувствуем, как правое колено будет мягко под собственным весом стекать в пол. Раскрываем нам правый тазобедренный сустав. Стараемся провернуться в тазобедренных суставах. Почувствовать, как седалищные кости по коврику мягко скользят назад. А макушка тянется вперед. Приподнимаем корпус вверх, ставим левую стопу ближе к тазу. Ладони ставим за тазом. И смещаем таз, насколько доступно, ближе к нашей левой пятке. Стараемся правую голень держать параллельно грудной клетке. Толкать правое колено от себя, правый носок натянут. И если доступно, еще больше, еще больше тазом шагаем к левой пятке. Макушкой тянемся вверх, не округляем поясницу. Для этого наши руки сзади толкаются от пола. Мышцами спины толкаем живот вперед. Собираем лопатки, чуть толкаем грудную клетку. Дышим здесь, наблюдая все ощущения. Где эти ощущения, какие они, что происходит на вдохе, что на выдохе. Стараемся на выдохе отпускать любое напряжение. Закрывайте глаза всегда, когда вам это комфортно. Чтобы идти еще глубже внутрь. И толкаемся ладонями, приподнимаем над полом таз. Приподнимаем левую пятку. Остаемся в балансе на левом носке. Садимся центром паха на нашу левую пятку. И пробуем здесь взглядом задержаться за одну точку. И по возможности собрать ладони в намасте. Опускаем ладони в пол. Аккуратно опускаем таз. Выпрямляем ноги. И компенсируем колени, стуча под коленом пространством по коврику. Правую ногу оставляем прямую. Левый голеностоп на правое бедро, чуть выше колена. Ягодицы достаем. Оба носка натягиваем на себя. На вдохе прямые руки вверх. И на выдохе, начиная от живота, складываемся вперед. И опускаем руки либо на коврик с двух сторон от вашей правой голени. Либо захватываемся за правую стопу. Стараемся проворачиваться в области таза. Мышцами спины толкать живот вперед. Как будто хотим прогнуть поясницу. Опускаем вниз плечи, вытягиваемся макушкой вперед. И дышим здесь. Приподнимаем корпус вверх. Ставим правую стопу ближе к правой ягодице. Смещаем таз вперед. Кто-то останется здесь. Если спина дальше округляется, тогда остаемся здесь. Если с прямой спиной получается, садимся тазом ближе к правой стопе. Руками толкаемся. Плечи опускаем. Макушкой тянемся вверх. Раскрываем левый тазобедренный. Толкая левое колено вперед от себя. Левый носок натянут. И толкаясь руками, приподнимаем здесь повыше таз. Приподнимаем правую пятку. Садимся на правый носок. Центром паха садимся на правую пятку. Взглядом цепляемся за одну точку. И пробуем собрать ладони в намасте перед грудью. Если не получается, просто пробуем снова и снова. Задача не в том, чтобы сразу сделать. Задача в том, чтобы дать телу новые, совершенно новые движения. Попробовать их. Не получится на тысячный раз, получится на тысячный первый. Осторожно опускаем таз. Выпрямляем ноги. Компенсируем колени. Ставим ладони за тазом. И толкаемся тазом от пола, стараясь пальцами стоп встать на коврик. И вытягиваем ноги в коленных суставах, хорошо выпрямляя. Опускаем таз. Ставим обе ноги ближе к тазу. И разводим колени в стороны. Ладони остались за корпусом. Толкаем живот вперед. Выпрямляем спину. И в динамике Батха Канаса на колени вверх-вниз. Пробуем перевести ладони вперед, захватить себя за стопы. Если такое положение округляет вашу спину, значит оставляем руки сзади. Если при этом удается сохранить прямую поясницу, то захватываемся за стопы, натягиваем еще больше живот вперед, грудную клетку толкаем вперед и даем коленям мягко стекать вниз по собственным весам. На вдохе вытягиваемся макушкой еще больше вверх и на выдохе прикрываем глаза, фиксируем Батха Канаса на статике. Несмотря на то, что мы в статике, внутри происходит много работы, и мы всю эту работу стараемся для себя отмечать. Все свои ощущения, все реакции тела. Стараемся почувствовать вес ног. Ноги сами по себе довольно тяжелый рычаг, и они сами своим весом могут нам раскрывать наши тазобедренные суставы. Делаем вдох. С выдохом мы открываем глаза и помогаем руками собрать наши колени вместе. Садимся чуть ближе к началу коврика, поддерживая себя под бедра. Аккуратно с круглой спиной укладываемся и прижимаем оба бедра к животу, обхватывая себя либо за бедра, либо за голени. Следим здесь, что поясница и крестец не отрываются от пола. Мы не притягиваем бедра так, чтобы округлился позвоночник. Мы прижимаем поясницу в пол и, удерживая крестец и поясницу на полу, прижимаем бедра к животу. И тогда будет чувствоваться работа в тазобедренных суставах. Если оторвется крестец, то это будет просто сгибанием в позвоночнике. Нам нужно уложить поясницу и прижимать бедра к животу, чувствуя работу в тазобедренных. Опускаем стопы возле таза, приподнимаем таз, кладем ладони по себе под крестец, тыльными сторонами вверх, ладонями в пол. Опускаем таз на ладони, выпрямляем левую ногу вперед и вращаем правым бедром наружу, стараясь задействовать всю нашу амплитуду в правом тазобедренном суставе. Могут быть такие щелчки. Если они не доставляют боли или дискомфорта, в них ничего страшного. Если какая-либо боль, уменьшаем амплитуду движения. И в другую сторону внутрь. Меняем ногу, выпрямляем правую, сгибаем левую и вращаем левым бедром наружу, стараясь задействовать всю возможную амплитуду вращения теперь в левом тазобедренном суставе. Расслабляя наши ноги, расслабляя тазобедренные и в другую сторону. Отлично. Обе стопы ставим к тазу, приподнимаем таз, ладони достаем, делаем вдох и на выдохе опускаем колени врозь, стопы сохраняем вместе. Ладони кладем себе на бедра, делаем вдох и прикрываем глаза. И останьтесь в таком положении, в шавасане, столько, сколько вам это будет необходимо. А мы закончили нашу практику. Благодарю вас за то, что выбрали мое видео. Хорошей вам практики. Пока-пока.